В общем, у меня только вот эта гигантская бумага для художников. Отвратительно. То есть мы сейчас садись вот сюда, напротив, меня будешь смотреть не в глаза. И осознавать то, что ты сейчас разрабатываешь, как мы это назовем? Давай это назовем пони-конвентом. Ну, это, знаешь, рабочее название. Ну, это слишком скучное название. Нет, это рабочее название, да, чтобы нам сейчас пока не спорить и называть друг другу нехорошими словами. Так, а я для этого и записывал, чтобы мы спорили и называть друг другу нехорошими словами. То есть ты хочешь со мной спорить? Окей. Нет, ты. Ты знаешь, что у тебя все равно не получится. Да, ну, так это интересно. То есть я буду твоим мальчиком для совестного битья. Слушай, кто из нас является мальчиком для совестного битья, мы в прошлый раз так и... Черт, нам же диван потом вынесли. Да, но это было бы хорошо. Доспорить до почетного вынесения главного приза дивана. Да, кстати, а вот это интересно, действительно, провести мероприятие, где приза будет диван. Ты знаешь, это довольно большой бюджет для мероприятий, тебе не кажется? Нет, ну, кто скажет, что он должен быть настоящим. То есть, знаешь, не настоящий диванный воин, да? Это как-то... Ну, слушай, какой воин такой диван? Окей. Так, значит, смотри, что мы можем сделать? То есть для кого мы делаем мероприятие? Если мы делаем обзорное мероприятие уровня, почему странный американский мультик для маленьких девочек внезапно обрел популярность среди немаленьких девочек? Я тоже не понимаю, я его почти не смотрел, увы. Фу, а придется посмотреть здесь. Дети компании со стороны, не переживай. Прямо здесь устроим просмотр. Поним! Надо тебе все-таки этого голован-то показать, тебе понравится. Ты, кстати, серьезно не представляешь? Мы вот сейчас с товарищем начали смотреть пятый сезон по ней, да? То есть сидит так и бухгалтер... Эй, закрой, дует! Вот, сидит, соответственно, бухгалтер 36, по-моему, лет, или 37, и Армин 27 лет, и, соответственно, с Гыгкенем смотрят мультфильм для маленьких девочек. Не, я понимаю, почему Adventure Time смотрят... Adventure Time, смотри, чем отличается пони от Adventure Time? То есть Adventure Time я несколько сезонов посмотрел, да. Смотри, а в Adventure Time... На некоторых сезонах у меня, правда, в сериях у меня явно кружилась голова, но в целом понравилось. Ну, как положено. Итак, Adventure Time это сериал по исполнению сюрреалистически, с детским, но с кучей подтекстов юмором, с очень интересно проработанным миром. То есть, как ни странно, вся предыстория мира в Adventure Time, она протекает на заставке. Если ты помнишь, там камера скользит по таким планам, и если приглядеться к этим планам... Не, я представляю, какой там сюжет... Ты, соответственно, если ты досмотрел до флэшбэков Снежного короля... Досмотрел, досмотрел. Досмотрел, тогда представляешь, да? Ну, согласись, ты смотрел этот мультфильм до туда, не зная об этом, грубо говоря. Ты себе проспойлил футаги, отруби себе палец. Спойлил, спойлил зло. А все остальные смотрели этот фильм, не зная про флэшбэк Ледяного края, потому что его еще тогда не было, когда его смотрели. Ну, да. При этом людям сериал нравился. Сериал очень сюрреалистичный, очень пронизанный вот этими глубокими какими-то отсылками, сюжетами. Но все это происходит где-то внутри. Да, снаружи он такой забавный, совершенно с доброй пофигистической атмосферой. Да, легко смотрится, и там действительно довольно неплохой юмор. В понях все немножко по-другому. Сюжет там... Эй, что ты делаешь? Я проверяю, работает или не работает. Ну, ладно. Вот, с понями все по-другому. Значит, пони, как ни странно, соответственно, взрослая аудитория девочек, пони практически не смотрят. И я об этом чуть позже скажу. Значит, получилось как? Вообще, пони, вот текущий сериал, который идет, да, и который получил вот эту популярность уже совсем превышающую все всякие приличия, это третья итерация этого сериала. То есть, есть зубгорная компания Hasbro, которая делает игрушки. Для продвижения тех самых игрушек, она выпускает мультсериал. Значит, по-моему, это не единственный мультсериал, хотя я не берусь отверждать. Ну, я читал историю на Лурке, там, типа, было до этого несколько мультсериалов, ни один из них не стал таким популярным. Потому что интернета не было. То есть, понимаешь... Нет, интернет даже, он вроде как был, но ни один из них не был, не знаю, именно таким. Я тебе так скажу, понификация персонажей, то первое, что вырывает по ней из контекста, по ней выкидывает их в общий интернет, да, это то, что... То есть, в принципе, то же самое, там у них есть у Hasbro другая серия игрушек, там, Care Bear, или хрен его знает, вообще какие-то там мишки. У них есть на пузечке, как некий рисунок. Да, это гениальный маркетинговый ход, который заставляет детей покупать игрушки совершенно одинаковые, но в разный раскрас. Слушай, а кто придумает ухо, Hello Kitty? Это японская, насколько я знаю, тема. Мультсериалы я не смотрел, но, как я понимаю, это скорее бренд игрушек. Кстати, в одном из мультфильмов Тима Бёртона, последних, была могила, собственно, этой Hello Kitty с надписью, соответственно, Goodbye Kitty. Ну, не знаю, надо мультсериал, наверное, посмотреть или хотя бы почитать историю. Ну, это не сериалы. Не, ну, в общем, надо посмотреть. Я про это мультфиль, ничего не знаю. Ладно, не важно. Я тоже не знаю. Вот, соответственно, вот в первом сезоне, что было, я вообще понятия не имею. Второй сезон был еще довольно фантазиовый. Там пони были более-менее похожи еще на оригинальных земных пони, да, которые у нас здесь вводятся. Да, значит, они... Там были люди, да, то есть, в общем, все было нормально, да. То есть, люди, разумные пони, все хорошо. Сериал имел, как ни странно, популярность, да, с учетом того, что народ на Девиан-Тарте... А, я другому рассказывал. Так вот, выяснилось, что если взять пони, да, то есть, ну, модельку, да, значит, прорисовать ей соответствующую кутимарку, да, я не сказал. Значит, соответственно, пони различаются, по сути, только цветом и формой гривы, да, то есть, моделька одна и та же. И, соответственно, рисуночком, изображенным у них на попе. Так называемая кутимарка. Да, это тот же самый маркетинговый ход, который позволяет продавать кучу... Климов. Да, именно. Который позволяет продавать кучу одинаковых пластмасс и просто по-разному раскрашивать. Это такой, да, это кутимарка. Главное, не спрашивайте, как она там появилась. Ты не поверишь, но одна из сюжетных линий в сериале, которая уже тянется по пятой сезон и дальше, посвящена именно этому. Ответ там уже не получен. Не, ну, кутимарка в сериале имеет объяснение, да, то есть, как бы, я сейчас до этого дойду. Вот, началось все, понимаешь, не с объяснения в сериале, началось все с того, что, если мы нарисуем по-разному раскрашенных поняшек, нарисуем на попе другую картиночку, мы получим двух разных поняшек, и, соответственно, можем продать и одно, и другое, профит. В сериале это обозначено тем, что у поняшек это, знаешь, как, что в среднем между знаком совершеннолетия и реально клеймом, потому что самое главное умение или же свойство характера, или же талант, да, вот что-то в этом роде, в какой-то момент, да, когда поняша его в себе открывает, собственно, отображается у нее на заду в виде этой самой картинки. Причем какая картинка изначально неизвестна. У нас поняшка сама, причем считается, что она именно открывает в себе этот талант, да, то есть, ну, у нас как, ну, как поиски себя, грубо говоря. То есть это на самом деле имеет такой хороший потекст. Знаешь, вот ты долго искал себя, потом там нашел, ну, вот, например, я взял, там, нашел в себе талант, там, не знаю, обращения с компами, или же, например, разговоры с людьми. Да, и фигак у меня там на заду, там, материнская плата появилась, и такой, ага, клево, все, я нашел свое призвание, да, то есть это, как только юная поняша начинает соответствовать себе самой, да, то есть у нее появляется эта самая Кутимарка, вот. Так она будет правильнее сказать. Вот, это имеет вполне себе, ну, интересный потекст, да, то есть, вот, знаешь, можно попробовать попереносить на лицо. Да, вот интересно, есть люди, которые действительно нанесли себе эти Кутимарки именно в виде микросхемы, действительно. Ну, в виде микросхемы не знаю, да, но народ татуировки с Кутимарками делает удовольствие. Нет, татуировка, интересно, насколько они там соответствуют их духу. А, вот это другой, совершенно другой рассказ, это рассказ о том, какое количество масок носят люди и какими масками в какой момент пользуются. Ну, у нас разговоры о детском мультике, я тебе напомню. Ну, не вижу большой разницы, но ладно. Ты начинаешь что-то понимать. Например, просмотр первых двух серий пятого сезона по ней заставил нас, товарищам, вспомнить всякие вещи уровня 1984 Орелла, мы за Мятина и так далее. Потому что серии были примерно об этом. Это была такая лютая антиутопия с уравниловкой и прочими очень весьма неприятными вещами. Что, все хотят на такой Кутимарке? Да, ты правильно понял. Да, то есть там была локация, да, это такой, знаешь... Слушай, а помнишь, был бы, сериал в 90-х, ребут, который там компьютерные войны или перезагрузка? Нет, уже не видел. Первый трехмерный сериал. А, слушай, может быть и видел, но кускай, я маму к телевизору старался не пропускать. Те, которые были вообще сняты на компьютере, там типа внутри компьютера такой компьютерный мирок, где живут всякие там трехмерные, ну, или люди, или там цифры, еще что-то там. Иногда спускается такая розовая хрень, внутри которой происходит компьютерная игра, которую они должны выиграть. Ну, круто. Ты знаешь, мне... Я пересмотрел недавно, то есть первый сезон, он очень детский, но ко второму там начинается, в общем, все домаштабом ясного апокалипсиса. Отправь мне, пожалуйста, ссылочку, потому что я говорю, то есть в то время маму еще могла контролировать меня, так как у меня в карте было написано телевизор 2 часа в неделю полностью исключить компьютерные игры. Сурово учебное. Ну, нет, это не мама, мама, честно, пыталась выполнить медицинские предписания, выданные мне. Медицинские? Да, нет, это, я говорю, запись в медицинской карте. Да, это не мама туда написала по ней. Вот, это просто следствие диагноза помощное внутричерепное давление. Да, это нельзя мне, по идее. Вот, поэтому мама к АСМИ ложилась, но, в общем, старалась не допускать. Ну, да, у меня, соответственно, наоборот, там купили, когда видеомонитофон, я обнаружил, что он умеет еще не только проигрывать, но и записывать с телевизора, и там я на все кассеты, которые видел, записывал, там и фильмы, и мультфильмы, и сериалы со СТС. Видик был, был даже пишущий, но кассеты особо куда записать было не было. Ну, да, я тоже как-то перезаписал на кучу кассет, потом казалось, что родители все-таки хотели посмотреть то, что там было в оригинале. Надеюсь, кому-то надрали за садницами. Да, как ни странно, уже не особо. Они все-таки, по-моему, действительно не особо-то и смотрели. Вот. Так вот, значит, с понями. Я говорил про кутимарки, и говорил я это к тому, что выяснилось, что, в принципе, любого персонажа, аллегорически, да, это неважно, реального, да, и выдуманного, можно аллегорически изобразить в виде пони, просто придав ему соответствующую прическу, цвет, и, собственно, рисовав соответствующую кутимарку. Да, значит, народ с этим начал активно развлекаться. Значит, это был один из первых, ну, не из того, что я знаю, да, сужен, действительно, почитайте историю, пони-контент, который был в интернете, и ты удивишься, но режиссера для вот третьего этого сезона, который стал совсем популярным, вы нашли именно так, да, то есть история гласит, что девочка, которая была мультипликатором, она у себя на «Дель Антарктик» как раз рисовала эти самые планификации персонажей, и вот внезапно была замечена теми, кто хотел перезапустить в еще один раз этот мультфильм «Давай о коне», чтобы повысить продаваемость игрушек, и они ее взяли в качестве режиссера. При этом, понимаешь, сделать планификацию чужого хитмана до кого угодно, или «Ностальжи-критика», или «Доктора Ху», который, а и «Доктор», один из знаменитейших этих английских сериалов есть, не знаю. Ну, я слышал, слышал. Да, то есть как бы просто вот так вот. Да, то есть просто даем правильный цвет, правильную коттеварку, у нас получается, представляете, почему мы довольно узнаваем для тех, кто в тексте. Не, ну, я считаю, что там вот, главное, что на глазаем такие анимешные перерисовываем, подожди, это было еще второй сезон, и там еще не было анимешных глаз. Да, то есть планификации рисовали еще со второго сезона, и они получали. Да, то есть персонажи были узнаваемы. Вот, соответственно, девочка до этого делала Powerpuff Girls, которых я не смотрел, но, собственно, что-то довольно милое. Это такая, порой, это такая американская пародия на аниме, в какой-то мере. Вот. Значит, и того, где, значит, так или иначе, начался, начал выходить третий сезон по ней. Значит, что там есть? Там есть сюжет в первых частях, что, кстати, довольно забавно, то есть в первых двух сериях глобально наметился, значит, такой местный апокалиптический сюжет, и ко второй серии, собственно, и завершилось все. То есть, вернее, разрешилось, извини. А, все-таки было... А, ну, правильно, если хочешь сделать сериал интересным, ставь туда апокалипсис, да. Да, конечно, это хорошо. Ну, он там довольно быстро разрешается, и дальше сериал, который начинался, как, знаешь, типичная фантазия, знаешь, с такими элементами, знаешь, что японского, это Маха Сео, называется девочка-волшебница, внезапно становится сериалом про то, про что, собственно, гласит девиз My Little Pony «Friendship is Magic». Сериал действительно продуман. Да, то есть сериал про... То есть, дальше по первому сезону, да, после разрешения вот этой глобальной проблемы, которая позволила вот перезнакомиться с главным персонажем, дальше большая часть сезона посвящена, по сути, понтирке их характера. А что тут интересно для взрослых? Ну, насколько я понимаю, я не смотрю там всякие ситкомы и прочее, но они, как я понимаю, ровно про то же. Только там еще с кучей всяких неловких ситуаций и закадрового смеха, а тут вот без этого. Да, то есть, на самом деле, персонажи учатся общаться друг с другом, понимать друг друга и так далее. Да, просто здесь это проходит в понячем мире с наличием там магии и прочих штук, а там вот без. Хотя, ну, кстати, вот ты мне ответил, я правильно представляю себе вот все всякие ситкомы и прочие ситкомы? А я их тоже никогда... Ты их тоже. Да, значит, мы не сможем о них сварить авторитет, иначе нам тоже будет... Не, я смотрел вот... Ну, вот то, что было в 91-м ПСТС, ну, там не ситкомы вот это... Какая-нибудь Лена Либер, ребята, что-то такое. Ну, это да, я вот даже все не мог смотреть, я вот смотрел, там вот был этот Альф, про этого инопланничанина, помнишь, да? Да, это я видел. То есть, ну... Ну, Альф был, по-моему, просто комедией. То есть, а, ну, кстати, да, ситком все-таки как комедия положения немножко накладывает печаток. То есть, я скорее, мы говорим не про ситком, а, я не знаю, есть ли такой термин френдком какой-нибудь. Ну, вот именно, да, про дружбу, какой-нибудь. Слушай, сейчас у меня тут мысль развивается, извините, пожалуйста. Ну, в общем, ладно, я тогда не могу авторитетно сравнить, надо будет доизучить материал. Но, тем не менее, да, то есть, сериал про дружбу, да, то есть, есть даны герои с довольно шаблонными и довольно прописанными характерами, да, вот, причем по сериалу каждый персонаж, вот, из главных, да, то есть, вот, там есть шесть главных персонажей, да, и куча всех остальных. Эти шесть главных персонажей, мало того, что являются снова персонажами, личностями с прописанными характерами, более того, они еще и там, в этом магическом мире, олицетворяют элементы, так называемой гармонии, собственно, о чем гласит там начало первого сезона. Этими, кстати, элементами в сериале названы довольно интересные вещи. Элементы гармонии в планях это честность, верность, смех, доброта, щедрость, ну, и шестой элемент, там получился магия, ну, так надо уже по сериалу. Надо, давай еще раз посмотрим, да, верность, честность, доброта, радость и щедрость. Это возведено в такой, ну, знаешь, не в абсолют, а возведено, ну, что это правильный элемент, да? Вот то, как у тебя сейчас волосы на диване лежат, надо потом у тебя так лечь, и тебя так сфоткать, будет хорошая иллюстрация к подкасту. Звучит ратишно, да, продолжи меня хвалить. Но я понял, что, смотрев на мои волосы, ты немножко потерял нить моего лица. Не, я не теряю. Ты молодец. Волосы похожи на нить. Тебе понравились вот эти вот качества, которые в сериале названы Добродетели? И их наборы вместе? Значит, знаешь, я вот так абстрактно... Давай я тебе их напишу, чтобы ты на них мог посмотреть. Ну, то есть, это как бы, да, вроде как и стандартные какие-то требования к хорошему человеку. То есть, то, что люди из рукотуха хотят хорошего. Я понял, я в целом не считаю людей такими уж плохими, чтобы специально... А зря. Выделяйте хорошее качество. А зря. Но, с другой стороны, ты же, наверное, про кого-то говоришь, что вот это вот хороший человек. Да, вот. А почему ты про него так говоришь? Так. Честность, верность, смех, радость, доброта. Я, судя, очень давно ни про кого не говорил, ни хороший, ни плохой. Потому что для меня цифра... А мы с тобой познакомились недавно. То есть, про меня ты не говорил, что я хороший. Ах, ты заср... Честность, верность, смех, радость, доброта, щедрость. Ну, то есть, я как-то раньше не задумывался о том, что людей имеет смысл как-то оценивать? Странно. Вообще, про себя ты рассказывал, что ты как раз довольно часто... Я-то про пани вещи, если хочешь, можешь послушать. Ажну. А то у всех кончились. Ожидайте. Слушай, может, тебе дать денег и отправить в магазин с сигаретами? Не знаю. Плохая идея или хорошая? Я начинаю как-то, кажется, немного чувствовать. Ого. Если что, можем тут обогреватель включить. Нет, у меня... Только что понял, что у меня тут кончилось. У меня было ЛМ. Нет, значит, в кутке. Дмитрий, ты можешь поставить запись нашей беседы на паузе. Сейчас я... Окей. Продолжай человека. Продолжаем. Значит, я тебе сейчас нарисовал по сериалу вот этот список оборотителей. Соответственно, ну, я еще одену здесь ищу магия, которые, в любом случае, идут в списке. Как ты помнишь, мир магический фэнтезионный. Вот. Получилось так, что из-за мультфильм, то есть после первых таких экшеновых событий, где персонажи познакомились и разрулили некую глобальную проблему, которая перед ним встала. Дальше сериал, его первый сезон, собственно, стал о том, как персонажи, причем довольно полярные, обрати внимание, каждый персонаж воплощает в себя одну добродетель. Да, поэтому характеры у них довольно интересные. А сколько их там всего? Их, я с тобой тебе говорил, шесть главных героиней. Да, вот, каждая из которых является воплощением одного из этих характеров. Их там всего шесть, я почему-то думаю, что... Как это называется вообще? Майли Ту Пони. Дружба – это магия. Дружба – это чудо. Фрэнш по изменениям. Дружба – это магия. А, я думаю, что-то их там больше. Нет, секунду, я тебе сказал про главных персонажей. А, главных. Да, значит, это вот то, что называется в фанатских разговорах мейнсикс, то есть основная шестерка. Там есть куча других персонажей, которые, в том числе, имеют отдельные серии про себя и, в общем, как-то сказываются на сюжете. Есть персонаж заднеплановый, который со временем и благодаря просьбам фанатов нам об этом позже... Слушай, если вот у Тарантино сейчас вышла омерзительная восьмерка, Фим, вот интересно, их персонажи панифицируют какие-то злые пони? В смысле, почему нет? Понимаешь, панифицировать можно все. Это такое же правило, как порно есть со всем. Да, и они совместимы эти два правила, да. То есть, например, панификация Гладоса с Портала, она прекрасна. Кстати, есть отдельный набор фанатских видео, я немножко забегу вперед под названием My Little Portal. Собственно, это кросс-сюжет My Little Pony и Портала. При том, что тоже забегая вперед, скажу, что один из краеугольных камней фанатского творчества по поням это то, что пони в своем мире... Не надо только иметь у нас тут запись. Ладно, спасибо. Вот. Краеугольные камни фанатского творчества в том, что пони отлично сочетаются с... Ну, пока что я в общем не нашел, с чем они не сочетаются. То есть самым известным фанатским... То, что называется фанфиком, ты знаешь слово фанфик, да? То есть это какой-то фанатский рассказ, который использует мир или сюжет или персонажи, соответственно, оригинального чего-то, да? И дальше уже то, что автор своего... Я просто сейчас пытаюсь представить, как можно регистрировать вакуум? Вакуум? Вакуум. Вакуум. Именно понятие вакуум, но если это не какая-то именно персоналия, да, то есть, ну, наверное, как-то можно. Давай еще не будем вспоминать прожитки вакуума, которые вполне себе обыграли. В общем, наверное, можно. Соответственно, самым известным фанфиком в пони-сообществе является кросс по ней и вселенной Fallout. Про вселенную Fallout ты, наверное, что ты знаешь. Я знаю, что там пост-апокалипсис. там пост-ядерный апокалипсис. Спустя какое-то время, да, то есть сюжет строится на том, что я прохвалал сейчас, сюжет строится на том, что незадолго до ядерной войны была компания, которая за денежки или не за денежки в общем предоставляла людям убежище. и про основу я считал. Ну вот я и про, чтобы прийти к общему знаменателю. Соответственно, предоставали людям эти самые подземные убежища, в которых они должны были пережить по-каллипсису, так и пережили. Как я понимаю, по сюжетам игр, которые я до конца так и не прошел, я пока на втором, выясняется, что помимо этого эта компания поставила серию очень интересных социальных экспериментов, да, то есть загрузив людей в определенное убежище определенным образом. Где-то по расе, где-то по полу, где-то по убеждениям, где-то там поставив над ними там, соответственно, робот в качестве, ну, искусственный интеллект в качестве смотрителя, где-то наоборот, да, то есть, ну, в общем, почти каждое убежище было, по сути, своим таким социальным экспериментом еще в дополнение ко всему. Вот. Это, как я понимаю, выясняется в сюжетах уже более старших фаутов, но я еще до туда не доиграл. Вот. Соответственно, в итоге кто-то написал длиннющий, кстати, доказав уже на эту тематику, это знаешь, как вот с книжками Сталкер. Да, вот именно Сталкер. Не, пикник на обочине, просто. Ну, я понятен. Вот, примерно, то же самое, да, получился отдельное такое ответвление по невселенной, написанное фанатами, которое, собственно, эксплуатирует вот смесь Пани и Фоллаут. Да, значит, как, ну, вот я не так давно прочитал, до сих пор нахожусь под впечатлением, да, то есть они вполне себе с обе вселенной совершенно органично друг другом совместились, и я бы сказал, что ни одна вселенная при этом не пострадала, но... Фоллаут? Кони и Фоллаут, да, причем совершенно органично. Да, то есть сериал оригинальный, я еще сейчас скажу про сюжет, имеет в себе очень много лакун и очень много... Он вообще довольно объемный, он имеет в себе очень много совершенно разных вещей, то есть, например, по официальному сериалу, да, это сейчас не будет чьей-то фанатской додумкой, да, фанатские додумки базируются на... Но, тем не менее, официальным сериалом спокойно заявлено, но, суду того, как воцарилось вот текущее устройство понячего государства, про которое идет речь, там были темные времена, то есть, когда с феодальными войнами, то есть, когда пони были разделены по сути на три раза, а, ну, конечно же, я не сказал про главную соответствующую, пони есть три вида по сериалу, да, значит, просто пони, пони с крошками, которые могут летать, которые там называются пегасами, и пони с одним кругом, единороги, которые могут, собственно, колдовать мальты. Да, значит, три вида. Причем, в сериале ничего об этом не говорится, но, как я понимаю, совершенно свободно скрещивающихся, и потомство, в общем, тоже там, в общем, довольно рандомно получается. Ну, как бы, это оставлено за скобкой, но просто нужно присматриваться к... Оно там есть. Значит, итак, в сериале заявлено темные времена, когда, соответственно, земные пони занимались выращиванием еды, у них эту еду отбирали, или же просто получали за управление погодой пегасы, а единороги занимались, собственно, поднятием светил, за смену дня и ночи, там, туда отвечает уже магия, соответственно, нужно магически поднять солнце, потом его опустить, и вместо него поднять лимон. В этом мире все вот так вот. Да, то есть, соответственно, единороги отвечали за смену времен суток. Да, соответственно, там были войны, захват, наверняка там геноциды, все прочее, вообще все кончилось очень плохо, и так далее. Да, это официальная история сериала. Да, точно так же в истории этого королевства есть довольно приличное время правления всем этим делом бога хаоса, при котором там времена дня и ночи меняются совершенно рандомы, причем иногда там много раз за одну минуту все летает, идут шоколадные дожди, в общем, происходит, ну, полноценный хаос, да, как его сосумели изобразить в мультике для маленьких девочек. Это тоже официальная, да, то есть, официальная история. Ну да, так уже интересно. Да, то есть, это, ну, это, знаешь, так, такие моменты, ну, как заставка Adventure Time, хотя вот эта вот история про темные века была посвящена отдельной серии, и потом еще, в общем, была другая серия про какие-то там события, которые давно произошли. Вот, в общем, оно там есть. На этом, собственно, базируется фанфика писателя, кто и, кстати, на сложности характера персонажа. То есть, например, в одной из серий, вот здесь есть, ты видишь перед собой список, да, здесь есть элемент смеха, и доброты. Вот, в какой-то момент элемент смеха, да, то есть, там написано смех и что-то еще. Тут смеха нет. Ой, да ладно. Смех, радость, вот. А, это радость? Да, радость. Извини, у меня плохой почерк. А, понял. Вот, значит, элемент смеха и радости, да, то есть, ну, я слэш поставил, да, то есть, на английском она laughter, как-то, ну, наук, как-то правильно считается. Радость, это, по-моему, джой? Нет, она именно элемент смеха, да, но, так как не звучит, да, это элемент смеха, радости, как таковой, вот, которая, в общем, довольно безумная устроительница постоянных ивентов, вечеринок, в общем, всего, чем можно порадовать и крурающих, то есть, в какой-то момент друзья не проявили к ней достаточного количества такта, да, и, соответственно, и в какой-то, знаешь, вот настоящий такой маниакальный психоз, да, она расставила, там, она заперлась где-то в амбаре, расставила вокруг себя, там, всякие мешки с мукой, там, и так далее, разговаривала с ними, и, в общем, да, это оригинальная серия первого сезона. Да, вот, понимаешь, хотя, для маленьких девочек как раз это актуально, да, то есть, характер был сломан, да, то есть, вот, был поврежден характер, да, соответственно, в первом сезоне мы как раз с этими характерами знакомились, и поняши учились уживаться с характерами друг друга, да, то, например, в четвертом сезоне каждая поняша прошла через попадание в ситуацию, где ее характер, вот ее прямой характер, вел к неминуемому провалу, да, то есть, там она встала перед моральным выбором, который был, собственно, очень сложен в рамках ее характера, и каждая, знаешь, такая миниатюрная, ну, не миниатюрная, а полноценная психологическая ломка, например, вот здесь есть поняша, которая здесь записана как элемент честности, да, цвет поняша, который, в принципе, не может врать, да, и ложь, в общем, не любит, мягко скажем, да, и соврать, в принципе, не в состоянии, вот, там была серия, где ее бабушка воспользовалась каким-то магическим зелем каких-то проходимцев, и, собственно, обещали возвращение молодости, по сути, и тут древняя старушка, которая еле ходит, тут внезапно заплясала, и вообще, в общем, ей стало явно ощутимо лучше. Разумеется, ну, так как это, понятно, все произошло на глазах, она была вынуждена констатировать эффективность этого средства, да, вот, у нее это на глазах случилось. Она, ее честно, естественно, ребята ее тут же использовали в рекламе, то есть она честно сказала, да, вот я своими глазами видела работу, да, и была, в этот момент, совершенно честна, вот, в какой-то момент, уже, ближе к концу серии, выясняется, что все-таки это сработало эффект плацепа. И тут она понимает, но сработал уже? Нет, секунду, ну, эффект плацепа, да, она сказала, что средство работает. И тут она понимает, что весь город обклеен плакатами, где она гарантирует, то, что эта штука работает. То есть получается, что она собрала всему городу, что ей, ну, вот просто совсем мисс. Да, и, ну, ты понимаешь, да, это вот одна из ситуаций, ломки характера в персонажа, да, то есть, такая штука, некоторые мастера, вот я играю с товарищем, с которым я играю в ДНД, он очень любит, то есть он знает идеи, с которыми он играет, и он очень любит их ставить в моральные тупики. Более того, когда ты играешь в ДНД, то есть ты отыгрываешь персонажа, который не является тобой, да, ты его заранее, как бы, говоришь, какой он, да, и стараешься, чтобы он выглядел, ну, персонажем живым, да, в том числе у него есть такая штука, как мировоззрение, да, и вот тебе поступать он должен в соответствии с ним, да, вот это вот как раз тот самый момент, когда с мировоззрением происходит что-то не так, когда ты попадаешь в ситуацию, где ты совершенно нечаянно и внезапно вот оказываешься, вот твое мировоззрение приводит тебя к такому выбору или в такую ситуацию ставит, когда оно не работает, да, или когда оно... Ну, я предпочитаю вообще в характер не верить, хотя, конечно, это не... А, ну... Не от меня, то, у меня есть свои стереотипы. В смысле, не верить в характер, поясни... А, ну, собственно, с точки зрения... Подожди, как ты можешь не верить в характер, если не так давно ты мне рассказывал про то, что у людей их примечный образ мышления это сложившиеся цепочки, про которые ты мне как раз рассказываешь... Я не верю в характер как это что-то постоянное. Секунду, а кто тебе сказал, что это что-то постоянное, да, характер может меняться, я не говорю, что это неизменно, но если у тебя характер не изменился, а ты попал в ситуацию, которая для твоего характера, например, та, которая я тебе сейчас только что привела, например, для элемента честности, да, то есть там же все еще немножко на магию завязана, в общем, это и характер, и магия, в общем, все вместе. Это воплощение такого слова, как честность на земле, да, попадая в ситуацию, когда она совершенно внезапно солгала всем, кого знала и не знала. Да, то есть, как бы, не вопрос, она может поменять характер, но на тот момент у нее характер был именно этот. Вот. Это вот, я тебе так многословно перепрыгиваю сезон на сезон, начал отвечать, что, собственно, что же там с понями такое, да, то есть, оказалось, что сериал действительно у людях, да, ну, окей, а понятно, да, об их характерах, об их умении и попытках вообще уживаться при том, что они довольно разные между собой, да, то есть, учитывая их вот основную доминанту характера, да, у них еще есть, соответственно, свои хобби, свои желания, свое устремление. Знаете, это именно цельные прописанные личности, которые ведут себя плюс-мимус в соответствии с своими прописанными характерами, да, и, как бы, периодически делая больно всем окружающим, да, и, в общем, как-то учатся с этим жить. Ну, как положено, в принципе, реальным людям, которые учатся быть социумом, быть частью социума, да, то есть, здесь они после событий первых двух серий они являются подругами, да, и вот в первую очередь они вынуждены взаимодействовать друг с другом. Они там все в женском полу? А главные героини – да. Да, значит, с этим связан огромный пласт того, почему смотрят мальчики и не смотрят девочки, да, потому что с женским персонажем нам сопереживать как-то немножко интереснее, потому что они женские, независимо от… Ну, вот так практика показывает. Да, то есть, девочки угорают там по паре мужских персонажей, но их мало, и они, ну, не очень интересные. Вот, а женские персонажи там целый набор, причем с совершенно разными характерами, да, то есть, именно по характерам, да, то есть, посмотреть, да, то есть, кто интересен, кто неинтересен, да, то есть, как они друг с другом взаимодействуют, как ведут, довольно интересно, серьезно. Ну, наверное, я просто буквально видел одну единственную серию, когда был там на заседании пиратской партии России. Эй, ну, они второй сезон, наверное, смотрели. Ну, эй, они просто рубили там на паузе одну серию, причем, по-моему, с каким-то очень уродским дубляжем. Ну, это вообще фейл. Ну, кстати, мне очень импонировало то, что у пиратской партии есть в уставе прям прописано, что если что-то пиратская партия на собрании затупила и заспорила, значит, объявляется пони-пауза, и все дружно смотрят одну серию. Ну, да, это уродство, и в Европе появилось у нас. Это устав пиратской партии, да. Ну, их же много, она в каждой стороне своя, они вообще-то независимые. Ну, плюс-минус. Ну, просто пошли. Дима, что за пиратская партия? Так, тогда я не ставлю на паузу, что за пиратская партия. Ну, есть по меру такое, скажем так, движение, что в разных странах возникают пиратские партии. Это партии политические, вполне себе политические, которые за отмену авторских прав, за свободу скачивания торрентов. Понятно. Глобально за правоценную свободу информации. А в частности, они еще любят всякие темы электронные правительства, электронные государства, электронная демократия. Ну, в общем, вот такого рода у них интересы. То есть в Европе даже там есть пара человек из этой партии, ну, по крайней мере, было, я не знаю, как сейчас, в Европарламенте. Сейчас они зафейлились, к сожалению. То есть пиратская партия пришла в Европарламент, честно, в количестве двух, по-моему, человек они пришли. Да, то есть это была, на самом деле, просто былинная победа, да, то есть пиратская партия пришла в Европарламент. Но никаких достижений я от них не заметил. А, кроме, германская пиратская партия, довольно сильная, они умудрились локально отменить у себя в честь лицензионного соглашения Фейсбука, которая по лицензионному соглашению обязывает людей регистрироваться под своими реальными именами. В итоге пиратская партия законодательно на территории Германии отстаивала возможность людей регистрироваться под любыми. Да, это вот как раз была победа в пиратской партии. Ну, у нас сейчас вот, ну, сейчас, может, у нас в России эта пиратская партия воспрянет, потому что она достаточно быстро потратуха, нет, почему я говорю, воспрянет, потому что вот когда я только встретился, тогда она была, хотя была наиболее активна, она была наименее актуальна, поскольку не было еще этих реестров, запрещенных сайтов, не было закрытия торрентов, это было там в 2011 году. И вот тогда, соответственно, ее заявления были как-то людям непонятны, ну, а против чего вы бастуете, нам и так никто не мешает скачивать с торрентом. А сейчас, соответственно, начали мешать, и, возможно, эта тема станет более актуальной. А смотри, пиратская партия до сих пор умудрилась не сконсолидироваться хотя бы с владельцами торрент-трекеров, чтобы реклама висела на каждой. Ну, ну, организационные, да. Пиратская партия зафейлила все, что могла зафейлить, к сожалению, да, то есть единственное, по-моему, чем они изменяемо занимаются, это поддержка людям, которые осуждены по всему этому законодательству. Ну, а еще ребята из их тусовки ведут эти сайты, где, собственно, публикуют этот рейстр запрещенных сайтов. То есть он как бы там, он вообще-то не для открытой публикации, то есть там хитро. Там нет ни запрета публиковать рейстр, ни, собственно, обязанности Роскомнадзора его кому-либо открывать. Но любая организация, которая там имеет лицензию телекоммуникации, она имеет право запросить этот рейстр. Слушайте, а он у нее должен быть, потому что им блокировать, блин. Ну да, то есть она имеет право и обязана иметь. Ну, собственно, это означает, что любой провайдер может, люди в провайдере там как-нибудь выкладывать этот рейстр, или просто можно юрлицо с этой лицензией регистрировать, ничего не делать, но выкладывать этот рейстр. То есть, соответственно, поэтому рейстры, хотя их хотели делать не публичными, типа, если ты знаешь адрес, можешь ввести, проверить, заблокированный, нет, то полного рейста не будет. Естественно, полный рейстры начали выкладывать все, поэтому у нас сейчас есть очень, соответственно, полный рейстр того, где детская порно, где наркотики. В общем, ну то есть, что хотели, то и получили. Да, детская порно выпиливается, убирается из интернета. И без этого, к сожалению, к счастью, не знаю, пока я не... Пока есть рейтуби, все хорошо. Ну, я не такой любитель. Да нет, здесь не в этом дело. То есть, дело в том, что детская порно всеми этими законами и запретами мужчины разрекламируют. Это да. Я и не думал, что такое есть. То есть, если бы ты обратил внимание, да, я сидел бы в свое время на порно-сайтах, дата категория teens на всех порно-сайтах была всегда. Дата просто как одна из категорий. Ну, это категория, там, от 18 лет и выше. Слушай, ну, нет. Мы пройдем эту порнографию. Да и, честно говоря, если смотреть там на народ, то там, по-моему, народ вообще постарше. Если те, кто в этих ролях... Секунду, ты до этого говорил, что об этом не слышал, а теперь говоришь, что если смотреть на народ... Нет, ну, нет, я имею в виду... Я не понимаю, как эти 20 лет... Нет, стоп, стоп, стоп. Я имел в виду порно-сайт, что я не интересовался детским сайтом. Нет, детским порно-сайтом я не интересовался. Я интересовался просто порно-сайтами, и на них, по-моему, детская порно-ушка не публикуется. На них не публикуется, потому что она почти во всех странах... Да, то есть это ведет просто закрытие сайта. Просто, насколько я знаю, тинцы этой игрой от 18 до 19. Раньше все это лежало вместе, и как-то никто вообще не парился. Я такого не видел, честно. Но я и не искал специально. Вот тебе и нравится. Да. Погоди, то есть ты сейчас весь этот разговор записывал? Ну, там вот эта тема была в том, что я предложил Спектру устроить типа подкаста. То есть мы будем говорить о том, о чем угодно, но вот он начал Афоник, переключилась... на фоллаут, на порно, на пиратскую партию. Ну, просто заговорили... И на детскую порнографию. Да, то есть мы заговорили о пиратской партии, у которой в уставе прописано, что есть ее члены на каком-то заседании, там заспорили, в общем, ушли от конструктивы, там появляется пони-пауза, и пиратская партия, которая там совещается, смотрит одну серию My Little Pony. Это, собственно, прописано в уставе политической партии. Собственно, от этого мы аккуратно перешли на запреты в интернете и оказались, собственно, в довольно острой сфере детской порнографии, вот, которую мы, как выяснили, Дима не смотрел, но, в общем, осуждает, да. Я, кстати, сегодня в новостной ленте увидел такую штуку, что советник президента по интернету оказался владельцем торрент-трекера. А, дерма-климентка? Да, 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 и фотография, там, барбоссы из четвертой, что ли, части, когда он внезапно стал капером на службе английской короны. Не помнишь? А, ты про пирата Карибского моря. Да, 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 да. Я не смотрел. А, ну, слушай, короче... Я, кстати, с Климентко пообщался через контакт в сообщении, ну, не на тему трекера, там, я предлагаю ему, а посоветую Путину, пусть дадут денег проекту Reactos, это open-source версия Windows. Значит, кому нужен, нахрен, Reactos? Ну, мне нравится этот проект, а он... Да, Reactos это у нас что? Зачем Reactos, когда есть Vine? Зачем и Vine, когда есть Reactos? Они в итоге друг у друга код копируют, по-моему. Но Reactos это полностью операционная система? Он работает. За те, там, 10 лет, что он разрывается, он работает. Кое-как. А больше денег Путин не дает, пусть даст. То есть, секунду, вы пытаетесь разработать форк винды риверс-инжинирингом, который всяко запрещен лицензионное соглашение Майкрософта, и при этом просите денег у Путина? Так я считаю, я вот говорил, племенка через контакт, это главный ответ. Слушай, у нас же импортное замещение, мы против Америки, мы должны его накнуть на Майкрософт. Ребята, если в качестве импорта и замещения я вместо винды начну адменить Reactos, я тебе палец отрублю. Ты сам адмени. А ты, когда будешь писать под Reactos, ты себе второй палец сам отрубил. Ну, там только мы все совместим. Должно быть все совместим. Кстати, а что ты, программист, сделал для Reactos? Написал Кадеменко. Ты можешь отрубить себе третий палец. То есть ты агитируешь людей на что-то, сам в этом не участвуешь. Агитация это участие. Агитация это участие. Но ты мог бы вложить туда больше, но не вложил. В чем же дело? А сколько минут ты использовал Reactos? Ну, полчаса, наверное, использовал. Тридцать, ребята, тридцать. То есть этот человек просит денег на то, что не работает. Как раз для того, чтобы она начала работать. А насколько я понимаю, аудит состояния проекта, оно никогда не заработает. А, потому что B никому не нужно. Нет, я на виртуалке запускал, оно работает какое-то время. Кстати, у нас есть какой-то форк Linux, который какими-то властными дядечками форсится, как RuOS, грубо говоря. Ну, Клименко, он как раз за то, что давайте пересадим чиновник на Linux. Ну, чиновников можно. Да, почему на Linux? Посмотри, у нас есть... Нет, почему? У нас есть Windows, у нас есть Linux, во всем его многообразии, у нас есть Mac OS, у нас есть всякие Solaris, BSD и прочие, хотя они, как я понимаю, тоже к Linux стремятся. У нас есть чисто Unix, а теперь вопрос в другом. Кого мы хотим пересаживать? Если нам нужно пересадить стандартного офисного сотрудника, с чего, с чего? Если идет разговор о пересаживании, то всегда с Windows, потому что куда ты на работу не придешь, то обнаружишь там Windows, кроме зарядки и исключения. С Windows есть одна проблема, она стоит денег. Windows? Да. Да, я понимаю, что для домашних пользователей это новость. Да, но тем не менее. Более того, что в состав Windows, как ни странно, такие программы, как Microsoft Office, то есть Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, не входит, это отдельный программный продукт, а также Photoshop, Corel и прочие вещи, это, как ни странно, тоже не состав стандартного пакета Windows, как мы давно узнали, российские пользователи. Это отдельные программные продукты, которые стоят приличных денег. А Office он вообще всегда был платный? Да. И Windows всегда был платный. Не, Windows-то понятно. Да, но я говорю, а Office непонятно? Нет. Кроме десятки. Десятка там только обновления. А с десяткой ребят все очень смешно. Значит, вообще рынок настольных компьютеров тихо, спокойно умирает. Всякие умные люди уровня IBM продали свой бизнес, который занимается продажей компьютеров, ноутбуков уже там 5, 6, 7, я не знаю, когда там был продан ThinkPad и IdeaPad вот эти вот вещи или Lenovo или Lenovo. Это раньше был IBM-овский отдел по продаже, да, то есть те люди, которые, собственно, создали компьютер до сих пор, персональный компьютер, называется IBM-совместимым компьютером. Надо те ребят, которые сделали глобальную компанию, да, вместе с Apple. Да, они, по-моему, практически сразу там, именно потому, что они сделали стандарт незолоченный, как у Mac OSI. Соответственно, все подряд начали делать компы вместо них и они, как бы, остались не удел. В смысле? Нет, просто... Значит, ладно, я сбил смысл, я задавал вопрос. Нет, мне просто интересно, почему он умирает? Посмотри, у тебя есть спрос и предложение, как говорят. Именно рынок... Настольных компьютеров. Настольных компьютеров. У тебя есть спрос и предложения. Так. Стандартному человеку от компьютера нужно ровно столько, сколько дает ему обычный планшет, который стоит меньше, чем компьютер, удобнее в обращении и так далее. А если мы не берем компьютерных игр и тяжелой разработки? Ну, компьютерные игры самое главное. Мне, допустим, мне бы крайне проблематично делать какую-то, допустим, презентацию. Нет, нет, не будет. Не забывай, что планшет ты можешь подключить в монитор, а также в монитор. Но тогда превращайся в ноутбук и возвращаемся к тому же самому. Нет, извините. Тогда ты решаешь проблему, да, то есть, работы. Да, то есть, еще раз, для работы планшет тоже можно использовать, можно использовать прям так, можно использовать, подключив к нему уже внешние какие-то устройства, точно так же, как компьютер, в любом случае сам планшет дешевле, грубо говоря. При том, что, то есть, мощности современных компьютеров обычным пользователем нафиг не сдавить. Но обычные пользователи играют в игрушки. Да, но обычный пользователь это Мари Ивановна с третьего этажа. Это обычный пользователь, да. А также, в принципе, вот я здесь, насколько я молодежи не вижу, все тоже с планшетами ходят, потому что сидеть вконтактике, лайкать. Потому что мы не дома сидим. Или репостить видеошки. Дома, я думаю, больше 100 есть компы. Уже, то есть, они есть, но на рынках уже кроме тех, кто играет в игры, компы уже не обновляют, потому что они получают с планшета. Планшет это устройство для потребления информации, а пользователи информацию в основном не создают, кроме ее переписки, которая в общем в инфоне. Поэтому планшеты, таблеты и прочая мелкая хрень, также мобильные телефоны большую часть потребностей пользователей реализовывают спокойно. То есть, остается работа, с работой хочется, но все-таки в Excel-чеке сидеть хочется на большом мониторе. Соответственно, у нас получается, что остается компьютер на работе пока еще. То есть, на самом деле, в первую голову для всяких Excel-чеков и прочего, для создания информации и полноценной с ней работы. Но, учитывая то, что, во-первых, происходит очень сильно автоматизация большинства офисных задач, чем больше развивается рынок тем меньше рабочих мест в голову офиса. Гриша, она переделала твои носки под твои размеры и завтра она тебе их привезет. он вырезан его выражение безумного счастья на лице и победит в жизни руки. Да. Так вот. Я опять забился в смысле. Я говорю, почему рынок компьютер все-таки умирает. Нет, я именно с конкретной мыслью сбился. А, ну вот. Идет довольно сильная автоматизация документа оборота, поэтому очень много офисных функций потихонечку переразначинаются на этой программой. При грамотном вводе программного обеспечения в работах и его грамотные настройки и их зрения соответственно людей нужно все меньше и меньше. Поэтому опять-таки и кобов нужно меньше, что логично. Нужны серваки, нужны другие вещи, нужны специалисты на кухню все это ведут, но людей уже нужно меньше. Поэтому рынок компьютеров сейчас вещь такая совершенно уже проигрывая в семье. В итоге делимся на пользователей которых достаточно планшета геймера, без которых очень приличный процесс сидеть на консолях. Я с тобой согласен. Хоть мы их называем нецензурными словами, но они от этого в случае никуда не деваются. Сидят на своих гребанных консолях дальше. Рынок PC со временем рынок PC вообще просто много. За отсутствие аудитории ты не можешь делать игрушку, дорогую игрушку, кто стоит огромное денег, она разрабатывается долгие годы, при этом игра будет изглажена на него. Ты просто уже не можешь себе это позволить. Поэтому обратим внимание, сейчас почти все выходит с альфа-версии, с бета-версии. Себе игроков народ ищет в процессе разработки игры. Раньше такого не было. Сейчас это уже норма. Мы уже на уровне альфа должны понимать, что с игрой будет. Будет народ играть, и будет народ играть. Прямо сразу деньги начинает брать уже с этого времени. Игра еще нифрена не сделала, по сути. У них еще сырой работающий концерт, они уже деньги делают. А у них просто не получается. Если мы возьмем какие-то гиганты вроде GTA которые идут и на консоли и на пикерик. Обрати внимание, все игр, где есть PC и консоль, они начинают терять. Видно, что игра разрабатывалась под консоль. Консольные игры попроще. В общем, так себе. Я сейчас не про графику. Я сейчас про геймплей под джойстик. PC-шка всегда была мышка плюс клава. консольные это джойстик. Целят с гашетками, народ научился. Это сложнее. Поэтому консольные игры это press x2 и геймплей попроще. Либо это хорошие платформеры и так далее. Тогда джойстик раскрывает себя красиво. В классических играх, которые глава больше, они с джойстиками не очень хорошо скрещиваются. во всех гитажах на тех же приставках там тупо что-то типа автоприцела. На приставках да, кстати. Вот именно касательно. Сейчас подскажись, потому что я в приставки не играю. В GTA по-моему да, последний. Насколько я помню, в принципе на GTA на приставках каких-то на консольках там действительно есть автоприцел, нажимаешь на эру и он сам прицеливается, грубо говоря. а вот на конпе извините, у тебя мышка и пожалуйста. Причем у меня кстати был не то чтобы разрыв шаблона, но когда я когда еще был маленький и увидел как мой ночью играет собственно в San Andreas нажимает прицелиться и там действительно появляется как бы прицел да, как нормально вот, а не авто для меня это был только небольшой разрыв шаблона, потому что я вот только что играл в GTA Vice City на PSP и там нажимаешь на R и гасишь в общем все что видишь. А это у тебя вредит геймплея. Сейчас есть я вот с очень большим интересом и надеждой за проектом Star Citizen потому что это как раз будет PC-игра во всех смыслах черт возьми. Это игра которая собирает бабки по схеме краудфайдинга то есть ребята вы даете деньги а мы на эти деньги делаем игру. мне вообще этот принцип нравится ты можешь сразу поглядывать за ходом разработки либо дополнительным денежек либо забить на этот бут и все и до свидания но в любом случае какие-то деньги ты уже начинаешь платить исходы ребята тоже смотрят на свою аудиторию исчезает очень интересная прослойка исчезает инвестор издателя за ненадобностью это вот та самая штука что называется EA Games которая теперь будет жить и здравствует благодаря приставкам чем компьютер отличался как раз на приставках свободный ты можешь взять и поставить на приставке особенно сейчас со всеми маркетинговыми да не поставишь он статичен свободные разработчики идут в общем им сложно вот NPC пожалуйста скачал поставил все я сейчас не беру про вопрос лицензионности вы же скачаете поставить как лицензионную так и не лицензионную игру если мы возьмем World of Tanks просто поставим free-to-play игру ну это всякие клиенты админированной игрушки да ну вот Star Citizen идет совершенно по той же схеме только Star Citizen это как я понимаю топовый краудфайдинговый проект потому что на текущий момент на разработку Star Citizen привлечено наших игроковских денег уже ближе к 100 миллионам долларов на текущий момент там наверное лет 8 было когда я перестал сейчас время за этим следить проект разрабатывается уже более двух лет значит проект жутко инвестиционный просто жутко то есть это 3а игра полноценная игра с графикой до лада слушай а я видимо как раз ухожу то что будем считать посмотри в прошлый раз ты держался всю ночь еще потом кусок утра сегодня сливаешься очень да по одной простой причине мне не надо было завтра на работу хорошо возвращайся